Здравствуйте, меня зовут Юлия Комиссарова, я шеф-дизайнер этого дома и просто житель. Это наша прекрасная Скандинавия, в которой мы все жильцы купили квартиры. И прежде всего нашим основным фактором при покупке был лесной массив, который у нас находился в непосредственной близости от нашего дома. Вчера, буквально за один день, в молниеносном режиме были срублены огромное количество деревьев. Ну вот сейчас я стою возле этого здорового абсолютно дерева, которое было срублено. Вы видите масштабы этой катастрофы экологической, то есть полностью весь лес, который здесь был. Я понимаю, у нас там есть представитель, хозяина этого участка частного. И мы сейчас все с вами прекрасно понимаем о том, что ни о каком индивидуальном жилом строительстве здесь речи не может идти. Ни один уважающий себя профессионал, ни один человек, который работает с лесом, с деревом, который понимает, что такое экосистема, он не мог позволить сделать себе ни профессионально, ни человечески эту катастрофу. То есть он бы вписал прекрасно индивидуальный жилой дом, оставив полностью все вокруг. Он бы минимум оставил бы лесную зону, которая бы у нас отсекала высокое строение от маленького строения. То есть все, что сейчас держало, вы посмотрите, вот эти вот все вековые деревья, они сейчас все срублены. Здравствуйте, а вы, наверное, автор этого проекта. Нельзя оставить. Давайте мы еще раз повторяем, мы сейчас эти елки оставим. Но если они упадут на этот дом при сильном ураганном ветре, а это вполне реально. Вы не беспокойтесь за наш дом. А вы знаете, что он несет ответственность, владелец этого участка несет ответственность. То есть вы вот эти вот тоже деревья срубаете. Мы хотели их убрать для того, чтобы они не упали сейчас. Все, мы можем вам оставить. Оставьте их, пожалуйста. Но здесь вы находите... Вот посмотрите, вы решили негативную позицию. Какая негативная, вы посмотрите на это. О чем вы говорите, какая негативная позиция. А сейчас здесь город будет в шоке. Это поляна, на которую все семьи приходят, гуляют. Еще раз вам повторяю, вот услышите меня. Если бы мы хотели зачистить, мы бы убрали весь лес. Мы не убирали. Мы не убрали вот этот весь здесь лес, потому что, слава богу, что вам здесь нужно сложно сделать подборную струк. Он скажет, что этот лес мы не убираем и не собирали. Да вы собираете сейчас и это даже несчастные нормальные три елки убирать вообще абсолютно. Давайте так, вот четыре. Серьезно, мы и к елке вам оставим. И серьезно. И мы вам оставим. Да, потому что реально потом посмотрите, мы хотим, мы их хотим и пересадим здесь все равно сюда. Поскольку, еще раз повторюсь, они оказались плохими, мы их убрали. Но они не оказались. И мы сажаем, и здесь деревья, и в этой части тоже сажаем деревья. Это я вам говорю, то, что касается этого участка. Здесь будет то же самое. Я вам, еще раз, даже убеждать не буду, а я за то, что было красиво. Серьезно, вы не могли это делать. Я еще раз повторюсь, я не против леса, это за него. Просто вы не знаете, что такое елки, как они падают. Нет, конечно. На камеру снимаю. Вы оставляете нам эти четыре дерева, а? Да, мы оставляем. Вот, посмотрите, я вообще люблю сосны, да, и поэтому мы будем их здесь сюда сажать. Я ее тут берегу, как не знаю, что, даже трактор, блин, там неизвестно, где объезжает. Понимаете, в чем цель? А дальше планы по вырубке какие? Никаких. Вот это финиш? Вот это вообще был финиш. Нет, нет, вот это уже все, это уже дрова. Ну вот все, вы дальше не идете рубить сегодня? Я вам сказал. Все, вырубка, заводчик раздевает. А вот эти пять елок были последние. Молодец. Мы не собирались больше ничего рубить. И более того, собирались обратно сюда посадить. И может быть, даже если сейчас погода не позволит, но осенью мы точно это сделаем.